Территория современной России 1456 год. Событие первое, Московско-Новгородская война. Была она недолгой, всего около месяца с января по февраль и закончилась победой Москвы. Официальным поводом для войны было обвинение Василием II новгородских бояр в измене из-за того, что во время московских междоусобиц выступали на стороне Дмитрия Шимяки. В 1449 году Дмитрий перевез в Новгород жену и детей, а после поражения под Угличем, в 1450 году, сам нашел там убежище, где и прожил до своей смерти в 1453 году. Хотя, конечно, де-факто причиной войны было расширено и экспансией Москвы, желание Василия Темного объединить все русские земли под своей властью. В конце января московские войска совместно с татарской конницей выдвинулись в сторону Новгорода и захватили селу Ежелбицы, стоящие на перекрестке важных дорог, а затем был отправлен большой отряд на захват города Русы. Узнав об этом, к городу выдвинулись новгородские войска, возглавлял которые князь Василий Низовский, Суздальский. За день эта рать пересекла по льду озеро Эльмени и встала на ночевку во Взваде, а основные силы новгородцев во главе с князем Чарторыйским встали к югу от Новгорода у церкви Николы на липне. 4 февраля состоялось сражение у городка Русы. Новгородцы во главе с Василием Суздальским, выйдя утром из Взвада, попытались отбить Русу и, несмотря на первоначальный успех, потерпели жестокое поражение и бежали. Затем москвичи развивают успех и наносят удар на юг новгородской земли. Основные силы, под командованием великого князя осаждают крепость Демьян, но, потеряв 15, шестников, отступает обратно в Ежелбице, 7 февраля другая московская рать после двухдневной осады и напряженного штурма взяла городок Молотица и еще один отряд захватил городок Стерж. Разгром новгородцев под Русой был первым серьезным поражением республики за всю историю ее существования. Несмотря на помощь Пскова, новгородская Веча решила просить Москву о мире, после нескольких дней переговоров между Новгородом и Москвой был подписан Ежелбицкий мирный договор. По нему новгородская республика значительно урезалась в правах. Новгород лишался права внешних сношений и законодательных прав, высшей судебной инстанцией стал великий князь московский, а новгородская Вечевая печать и печати посадников заменялись печатью великого князя. Кроме того, республика обязывалась выплатить Москве контрибуцию в размере 10 тысяч рублей. Под власть Москвы перешли крупные новгородские волости, Бежицк, Волоколамск, Вологда. Событие второе. Умирает рязанский князь Иван Федорович. Перед смертью он оставил на попечение московского князя Василия Темного свое княжество и сына Василия, который со своей сестрой Феодосий был отправлен на воспитание в Москву, а московские князья 8 лет через своих наместников управляли рязанскими землями и даже когда Василий Иванович достиг совершеннолетия, благодаря женитьбе на сестре Ивана III Анне Васильевне он остался под патронажем великого князя, мирно сосуществовал с московским княжеством. Эта мирная жизнь продолжалась и после смерти Василия, когда у власти был его сын Иван. Событие третье. Возникает удельное Володское княжество, имевшее центр в Волоколамске. После московской новгородской войны, город Волоколамск отходит к Москве и Василий Темный передал его вместе со всеми прилегающими землями своему сыну Борису. Он стал расширять и укреплять свой город. Началась массовая застройка центра Волоколамской и создание в нем оборонительных укреплений. В Волоколамске появлялось много слобод, там селились кузнецы, пушкари, кожевники и другие ремесленники. Очень много храмов церквей, которые были построены в честь святых покровителей торговли, говорят непосредственно о роли торговли в жизни горожан того времени. В Волоколамске было пять монастырей, они защищали город, если на него нападали враги. Событие четвертое. В июле Василий Ярославич, князь Сирпуха-Боровский был схвачен по приказу великого князя Василия Темного и заточен в угличе, в пожизненную ссылку. Жена и сын князя скрылись в Литве, причины этой опалы в летописях не указываются, говорится лишь о некой крамоле со стороны Сирпуховского князя. Все это произошло несмотря на то, что Василий Ярославич был шурином Василия Темного, великий князь был женат на его сестре Марии Ярославне, к тому же он всегда являлся верным союзником великого князя. В 1446 году, когда Дмитрий Шемяка пришел к власти, Сирпуховский князь отказался его признавать, уехал в Литву и оттуда планировал освобождение своего Шурина, затем много раз оказывал военную помощь Василию Темному и способствовал окончательному занятию того великокняжеского престола. Все это не уберегло его от опалы, когда Василию Темному перестала угрожать опасность. Василий Ярославич был лишен всех своих уделов, которые перешли к московскому князю, что стало частью процесса объединения русских земель. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.